всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл стоит начать с внешнего вида телефон достаточно ну уже достаточно большой для диагонали 6 3 дюйма уже говорить не стоит потому что есть телефоны с большими диагоналями но это еще один большой телефон с вырезом к сожалению как и большинство современных телефонов с правда чистым android здесь есть правда настройки от asus и они полезны например можно цветовую температуру экрана поправить то чего нет чистом android а поменять местами кнопки например я так и не смог есть кстати нетипичный для чистого android еще компания asus добавил это возможность блокировки и разблокировки двойным тапом двойным касанием по экрану но давайте о внешнем виде корпус у него весь пластиковый то есть бока пластиковые а крышка металлическая вот она металлическая крышка и сверху и снизу пластиковые вставки аккуратно встроен сканер отпечатка пальцев сверху двойной модуль камеры и вспышка сверху разъем для наушники и дополнительный микрофон звучание хорошее вполне хорошее ничего плохого не скажу импонирует то что есть и 2 sim карты и карта памяти это очень редко встречается в наше время возможно для кого-то это будет действительно полезным с правой стороны кнопка громкости кнопки громкости и кнопки включения снизу один динамик динамик сверху то есть пальцами его особо не закрываешь когда держишь динамик громкий четкий и разъем еще к сожалению пока микро юсб но для многих для кого-то наоборот скажет почему к сожалению хорошо но правда тайп си переходить уже я думаю всем сам телефон выглядит в принципе ничего в черном цвете но впечатление конечно несколько смазывается вот этом подбородком снизу я не понимаю зачем он такой большой здесь когда сверху монобровь как бы логично сделать все наоборот но нет к сожалению подбородок снизу есть это не очень хорошо есть индикатор уведомления о пропущенных вызовах сверху вырезы как раз находится это тоже хорошо потому что пришла вам смс к например телефон где-то лежит вы издалека увидите мигает ну давайте теперь поговорим об экране здесь 6 и 3 дюйма hd плюс разрешение если быть точным то разрешение экрана здесь всего-то на всего на 6 3 дюймов это 1520 на 720 это 267 пикселей на дюйм это немного к тому же формат 19 на 9 но опять же не могу сказать что это сильно мешает это хорошо сказывается на батарейке по идее должно сказываться на производительности но этого не происходит хотя для игр вряд ли его кто-то возьмет про папу мобел сейчас расскажу как идет вуза я знаю что вы будете писать как же обзор без телефона без игровых возможностей но на самом деле смотрите по экрану закончим сам по себе в плюсах экран это то что он довольно таки яркий яркость прям выше чем даже нужно а вот ну не слепит но яркость высокая обычно такая яркость но не на флагманских но нормально хорошая яркость как и должна быть запас есть авто яркость разумеется также есть но вот это относительно небольшое разрешение это меньше психологического порога 300 пикселей на дюйм мелкий шрифт конечно уже пикселизацию разглядеть можно конечно сюда нужно было ставить full hd но поставили hd разрешение расскажу теперь про производительность qualcomm snapdragon 632 антуту тест пока и почему-то не стал его тестировать либо новый но этот дурацкий тест на самом деле на него глубоко наплевать но здесь явно будет меньше 100 тысяч баллов если вам интересно видео процессор adreno 506 3 гигабайта оперативки 32 встроенной по факту что мы имеем запускал игру pub mobile на минимальных настройках будьте готовы играть можно но конечно такой прорисовки не будет который вы увидите на более дорогих устройствах но опять же если вы не берете его для игр то не могу сказать что телефон тормозной не могу сказать что он быстрый открывается быстро все перелистывает быстро каких-то явных лагов и тормозов я в нем не нашел но нужно понимать что вы берете в принципе не бюджетный такой средний телефон по стоимость поговорим про батареи я ожидал от этого телефона не то что какой-то сумасшедшей автономностью но она показалась выше средней но не нам но не намного большой экран hd разрешение батарейка 4000 миллиампер час это много но видео прокрутил 8 часов 40 минут но я всегда округляю плюс-минус небольшие значения меньше девяти часов да это очень это неплохой результат для большого такого 6 3 дюйма экрана но ждал почему-то большего не знаю в чем причина другой стороны если вы кино на нем не собираетесь смотреть повторюсь это результат все-таки выше среднего просто батарейки 4000 от qualcomm snapdragon от нового и от hd плюс разрешение ждал большего но зато в реальном использовании практически неубиваемый то есть вот эта зарядка батарея она будет дать крайне медленно если даже телефон вы будете использовать достаточно активно это тот телефон который в режиме использования даже с двумя сим-картами со включенным gps глонас то есть со включенной навигации даже там фотографируя слушая музыку вы к вечеру его даже к 10 к 11 вряд ли разрядите в ноль у вас еще останется и порядочно то есть тот телефон который по моим ощущениям будет жить где-то два дня спокойно не то что прям совсем вы его будете загружать но среднеактивное использование понятие опять же для всех растяжимое короче автономность выше среднего вот что я про него скажу ожидаемо но на воспреждение видео ожидал больше возможно виной тому экрана которым я говорю что яркость опять же достаточно высока поговорим о камерах 13 мегапикселей плюс дополнительный модуль для эффекта боке плюс 8 мегапикселей камера фронтальная про них что могу сказать ребят первое что хочется о нем отметить это фронтальная вспышка она здесь действительно есть и если вы любите фотографировать себя при недостаточном освещении она вам поможет я не могу сказать что фотографии мне не понравились средние средние опять же вот слова к ним подходит посмотрите примеры фотографий под видео вы видите на экране какие фотографии делает этот телефон качество видео есть full hd есть 4k конечно же в 4k 4k формате видео будет записывать лучше качество видео 4k что касается full hd что все опять же средненько а вот в 4k не так все и плохо опять же оригиналы пруфы так называемые для вас лежат ссылка под этим видео практически все рассказал до модуль nfc здесь его нету в отличие от старшей модели который с приставкой пройс и для вас это важно в остальном fm радиоприемник даже есть опять же если для вас это важно работает на android 8.1 по идее должны быть обновления телефон новый до девяточки я надеюсь обновиться еще раз скажу работает все достаточно шустро быстро проблем особых нет подводим итоги по этому телефону что понравилось в основном наверное все таки основная самая сильная сторона этого телефона это конечно же работа от батареи 4000 миллиампер час хорошо это и повторюсь рассказывал про автономность за день убить телефон крайне сложно в остальном он ничем таким сильно не выделяется чтобы сказать ребят все надо прям брать вот беру и все все среднее экран чуть выше яркость да но зато всего лишь hd plus разрешения процессор новенький snapdragon но не сильно игровой для тяжелых игр те же танк если будете играть тоже ближе к минимальным ставьте вот поэтому телефону такой середнячок который нужно крепко подумать покупать его или нет в любом случае каждый вывод для себя сделает сам я же постарался как можно более подробно рассказать об этом телефоне комплекте кстати у него идет зарядное устройство двухамперный для быстрой зарядки да и собственно сам телефон и кабель micro usb на этом у меня все если вам интересно сколько такой телефон стоит то посмотрите ссылки под этим видео цены в рублях также не так же обязательно оцените примеры фотографий пример видеозаписи ссылки будут под этим видео если нравится то что делаю ставьте лайк если не нравится дизлайк но лайк конечно лучше подписывайтесь на канал всегда много интересного счастливо